Допустимая норма? 016 Ты трезвый, братан! На слово инспекторам теперь не верят и конец полицейскому произволу. Статьи с такими заголовками начали появляться на этой неделе в интернете. Повод решения Верховного суда. Он отменил принцип, которым руководствовались многие служители Фемиды. Инспектор находится при исполнении, значит ему можно доверять. Сломать систему удалось некому Ковалеву ПА. Больше об этом московском водителе ничего не известно. Его остановили и заставили, что называется, подышать в трубочку. Прибор показал наличие алкоголя в крови. Автолюбитель с обвинением не согласился, а пройти глубокое медицинское освидетельствование ему не предложили. В деле не было никаких доказательств, кроме устных показаний дорожного полицейского. Да, результат был положительный у алкотектора, но далее последовало несогласие с результатами стороны водителя. Отсутствие видеорегистратора, отсутствие видеосъемки вводят в заблуждение многие суды. Они не могут качественно рассмотреть материал. До сих пор слово «человека в погонах» для служителей Фемиды было решающим аргументом. Но Верховный суд постановил, если водителю грозит лишение прав, автоинспектор обязан предоставить доказательства, видеокадры или показания свидетелей. Саратовские полицейские уверяют, случай в Москве исключительный. У нас не было ни одного дела в отношении нарушителей, которое суд вернул бы из-за отсутствия доказательств. Составляется протокол об административном правонарушении, и весь этот процесс фиксируется при помощи видеорегистратора на камеру. После чего переносится данный материал в общую базу, и при необходимости в качестве доказательства предоставляется суд. То, что сенсацией не произошло, уверены и юристы. Главный урок, который стоит вынести из столичного дела, говорит Алексей Бровкин, если не согласен с решением полицейского, идти нужно до конца, вплоть до Верховного суда. Изменений каких-либо в действующем законодательстве не произошло. Все эти позиции, они отражены как в Кодексе административных правонарушений, презумпции невиновности, так и в ранее изданных постановлениях пленному Верховного суда. Верховный суд, я считаю, что в очередной раз указал на те недостатки, которые имеют место быть, при рассмотрении подобной категории дел. Но эксперты уверены, польза от резонансного решения Верховного суда все-таки будет. Теперь стражи порядка будут активнее использовать видеокамеры и внимательнее заполнять документы. Роман Кальперин, Алексей Чудин, Новости, Телеобъектив.